господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 630 события дня притча соломона 30 глава 6 стих не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом андрей иргачевский слава богу за все стихи как раз для меня есть над чем подумать екатерина тинникова спаси христос игнатий тихонович я поеду в барнаул тоже как вы в середине октября отвечаю приготовились встречать вас говорила что приедет к 6 сентября сюда а мы тут уже обсуждали что жить будет у надежды васильев сейчас на полях уборка идет и в огородах и мы ждали что приедете не позже чем к 6 сентябрю и тут потрудитесь на огороде и другим поможете впереди зима и будет что за кромах не на приеме странников и пришельцев работы тут много и вся она полезна и безопасно а с половиной октября уже работать тут никто не будет из городских екатерина тинникова о игнатий тихонович надо было вам сразу написать что я была бы полезна в потеряевке то если бы знала то приехала отвечаю знать что осени на селе каждая рука полезно и нужно этого не знали зима спросит и зверюшек а так по басне крылова жить в чужую тарелку заглядывать кто что положит сиротинки стрекоза и муравей по прыгу не стрекоза лето красное пропела оглянуться не успела как зима катит в глаза помертвела чисто поле нет уж не этих светлых боли как под каждым ей листком был готовый стол и дом все прошло зимой холодной нужда голод настает стрекоза уж не поет и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный злой тоскою друщина к муравью ползет она не оставь меня кум милой дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей кумушка мне странно это доработала ты в лето говорите муравей да то воль голубчик было в мягких муравах у нас песни резва всякий час так что голову скружила так ты я без души лето целое все пела ты все пела это дело так поди же попляши и обязательно порассмотри вот это это про это же по этой басне мультфильм советских времен поставлен очень интересно и хорошо что еще показать события дня воскресный день деревне в храм пошли в этот день батюшка служил барнауле а мы здесь без него мне пришлось порупоить сказать раз никто не считает ничего виктор николаевича нету и часов нету щицы есть то голос не такой говорит то еще что-нибудь назначили занятия на час дня до часу дня еще мне время много мы после завтрак поехали с володей на рыжковский пруд на 1 2 мостик и на шлюз и там маленько убрали середины даже камни сдвинули что батюшка говорил раз он говорил надо сделать а то у вас здесь высоко очень поднято и утром я увидел там кто-то у нас здесь на лагерном пруду камагориха ловит рыбу я скорее туда поехал поехал исааки едет в храм на велосипеде я ему сказал за мной но и приехали а там алексей семёнович сиськов искорченный главный агроном так больно сейчас 61 год ему на пенсии мой крестник ну и он поймал вчера два карпа больших и кажется три или четыре карася тоже большие каруси мы издалека их видели с той стороны помахали руками потом встретились посмотрели удочки большие а он говорит я и не отдохнул тут отдохнула когда я работаю работяга настоящие это вот события а потом занятия были сейчас у дня занятия разбитой натрия были как в видеоролика первая была прямо по евангелию от луки по блаженному преподаватам а вторая рассказывали как ездили наши относительно школы в корчину и третья алексей еще задавал вопрос об избранности все они будут потом выставлены раньше или позже когда как вот сейчас покажу наши ресурсы это вот мой мир мой мир раз два три четыре уже выставила 4 перекачивается с видеоканала вчера воскресный день интересно у нас форум говорили тут это площадка споры выявлять истину тут не надо истина дана выявлять ее не надо вчера 270 человек было 270 для нас это цифра я вообще ни одного человека не видал чужих и видеоканал православный видеоканал открытым оком во свете библии вот здесь я выставил сегодня 10 видеоролика вот вопросы научает предупреждает от возможных ошибок 36 за 57 минут ну тут можно посмотреть большую очень ресурс и так не нужно было показать православный библейский сайт большой сейчас по теме война сейчас мы посмотрим вопрос 2126 восьмой том открытым оком всегда ли правильно вели себя христиане или все же были случаи когда они вызвали на себя огонь противников своим невоздержанием или даже дерзостно ответ таких примеров масса вполне можно было жить спокойно прославлять господа благовествовать но буквально задирали власть придержащих совершенно пренебрегая мирной без войны жизнью вопрос задается я его подтверждаю священным писанием 2 тимофея 225 скротостью наставлять противников не даст ли им бог покаяния к познанию истины этого не было почти нигде почему так непонятно 1 тимофея 2 1 2 итак прежде всего прошу совершать молитвы прошение моления благодарения за всех человеков за царей за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте мятежи воздвигали по пустякам ни в чем не уступая несогласным с ними при том не в вопросах веры я сразу привожу и жития святых поплия 9 октября кавычки открыты святая поплия была в царствовании юлиана диакониса антиохийской церкви славилась своей добродетельной жизнью в молодости своей она недолгое время пребывала в браке имела сына и анна который впоследствии был благочестивым пресвитером по смерти мужа она собрала у себя лих девственниц с которыми словословила господа однажды она с этими девственницами пела утреннюю между прочим они громогласного спевали глазом псалом идолы язычников серебро и золото дело рук человеческих есть у них уста но не говорят есть у них глаза но не видят есть у них уши но не слышит есть нет дыхания в устах их подобные будут делающие их и всякий кто надеется на них псалом 134 1518 случайно в то время мимо проходил прибывший в антиохии император и услышав сие пение приказал замолчать но попля начала петь еще громче тогда раздневанный император велел привести к себе начальницу хора и приказал каждому из сопровождавших и его воинов бить ее по лицу святая в это время бестрепетно обречала юлиана в безбожие и говорила что считает истину божию выше всего наконец она была отпущена в свой дом где по-прежнему продолжала воспевать бога вместе со своими девственницами вскоре после всего она с миром предала дух свой господу вот юлиан какой был все таки феодосий великий 11 января кавычки великий отец понимая лукавство царя был как бы орел летающего в блоках недоступный недосягаемый который скорее сам мог уловить своего ловца он не отказался от присланного золота чтобы не показаться безрассудно презирающим веру царя и не подать повода к его гневу чтобы кроме того милости несовершаемые на это золото предсходатость иму бога милость для наставления его на путь истины но милости не имела никакого успеха потому что золото было прислано не по правде а с лукавством царь получил надежду иметь в лице пеодосия своего единомышленника так как он принял золото но напрасно была его надежда еду окси 6 сентября по обнародовании сего повеления многие зверующие бежали в пустыне и горы предпочитая лучше жить там со зверями нежели в городах с беззаконными людьми точно также множество из сановных и знатных людей оставили свои должности и жилища и скрывались неизвестных местах одним из таких было воинские начальники вдохси верный раб иисуса христа он оставив свою должность скрылся с женой детьми от несчастивых чтобы избежать царского гнева потом призвав свою супругу по имени василиса детей домашних и друзей и вдохси сказал им было время когда я скрывался теперь же время открытия и добровольно отдать в руки мучителей за иисуса христа который сам отдал себя на страдания за нас и вот я иду и как восхотел господь мой так и устроить со мной и поможет мне вас же и оставляя под его защитой затем сделав разное распоряжение по дому святой дал наставление детям своим и рабам как им жить без него добродетельным страхи и любви божии а супруги своей завещал не плакать и не сетовать когда она услышит о его смерти но проводит тот день в большой радости и и веселье благодаря бога что он сподобил своего раба мученического венца простившись домашними надев приличную своему сану одежду оружие воинский пояс как подобало одеваться начальнику войска святой оставил свой дом жену и детей рабов друзей все свое имение покидая все ради любви господу своему трогательна была эта разлука когда жена мужа дети отца друзья любимого друга лишались горько все плакали расставаясь с ним ибо знали что и мужа к ним не вернуться стихотворение за видимым суметь увидеть бога невидимого любящего нас предусмотревшего какие ждут дороги что будет ни сегодня ни сейчас заранее за годы за столетия мастит через кого-то переправы плетет нам фараона ковы плети переплавляет у любимых нравы заранее без видимой причиной темничный страж иосифа скрутил располагая так события тычинки свой срок эфиопляне накрестил не обойти при горькие лекарства разжевывать мучительно глотать при жизни подниматься по мытарствам и понимать что это благодать быть может до конца не осознаю как почему мы жребий так суров с таким трудом скрижалям на синае на горных заповедей ощутить покров без тесноты и муки не родиться кораблекрушение выбросить на остров островитянам от меня лечиться мой опыт слова это скальпель острый моя страна в чахотке издыхает фугасы лопаются гнойной нарывы путь к водоносам а пока лохане сомнительных успехов и наживы не будь разбойник пойман и распят блудницу не схватили б так внезапно они все так же с головы допят сгнивали крепостными у пилата но за событиями нашей биографии за тем что происходит за границей у Бога все размерено под график под будущее книги и страницы вот так пожалуй на сегодня все вот так пожалуй наиболее вот так пожалуй наиболее